Александр Лукашенко обвинил медиков в распространении эпидемии, хотя сам руководитель Беларуси лично продолжает игнорировать меры безопасности. Власти не вводят в действие все рекомендации Всемирной организации здоровья по борьбе с коронавирусом. А сам COVID-19 обнаружили у игрока хоккейной команды Александра Лукашенко, с которым глава Беларуси менее двух недель назад играл в хоккей. Число заболевших коронавирусом в Беларуси, по официальным данным, больше 8 тысяч. В чем причина таких действий властей и куда может привести такая стратегия? В материале Дмитрия Мицкевича. Александр Лукашенко на совещании с правительством по вопросам борьбы с коронавирусом такое ощущение, что решил окончательно угробить свой рейтинг, обвинив в недостаточном профессионализме врачей. Мы начинали эту борьбу только силами Министерства здравоохранения и с некоторой такой расслабленности наших врачей. Я бы сказал, что в отдельных случаях расхлябанности. И это привело к тому, что мы получили эту заразу у нескольких десятков врачей. Зашла, заразилась, понесла заразу в общество. Не должно быть расхлябанности. Соберитесь там, где нужно собраться. То есть получается, что виноваты сами медики, на первых порах работавшие без необходимых средств защиты по причине их отсутствия. А не чиновники и отраслевые министерства, которые вовремя не среагировали на ситуацию и банально не подготовились к распространению коронавируса в стране. Такой поворот добавил еще больше непредсказуемости в риторику руководителя Беларуси. За этим не видно какого-то рационального стройного плана, концепции. Это все просто последствия той ошибки, которая была допущена в начале эпидемии, когда власти Беларуси легкомысленно к этому отнеслись. Да и сам президент высказывал довольно, скажем так, спорные идеи, что касается коронавируса и его последствий для людей. И сейчас он действует уже по этой инерции. И пока такие действия приносят больше вреда, как для имиджа самого Лукашенко, так и для аудитории, которая все это слушает и пробует принять во внимание. Белорусские власти больше борются с паникой, чем информируют. Из-за этого мы имеем мало людей, которые понимают, чего нужно бояться, и много людей, которые, возможно, подставляются под опасность, хотя могли бы ее избежать. Из-за того, что разнонаправленные сигналы получаются от Министерства здравоохранения и от президента страны, люди не очень понимают, как оценивать эту проблему. Такой ситуации не могли не воспользоваться в России. Так российские СМИ в большинстве своем рисуют образ Лукашенко как ковид-диссидента, который верит в теории заговора и ищет альтернативные способы лечения. Еще один важный нарратив. Лукашенко не справляется с коронавирусом, а значит, успешный Путин должен прийти и спасти бедных белорусов. Очевидно, что до руководителя Беларуси такие месседжи тоже доходят. Вот вышли на какой-то гадкий канал, которые в Москве попрятались и оттуда плявузгают в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Надо достанем. Что правда, следует сделать поправку на тот факт, что Лукашенко не лично черпает информацию с сети, а потому может получать ее в слегка искаженном свете. К примеру, в сети обсуждают папки и различные распечатки документов, к которым обращается глава государства во время публичностей встреч и выступлений. Александр Лукашенко, как и многие чиновники его уровня, получают подготовленные наборы информации, такие папочки, где отобрана информация. И вот из этих папочек не очень понятно, что является весомым источником, что является маловесомым, что выходит на широкую аудиторию, что нет. И вот получается, в итоге, что телеграм-каналы, которые анонимны и иногда распространяют фейки, выглядят такими же значимыми, как серьезные СМИ, которые проверяют информацию. Белорусские государственные СМИ тем временем продолжают задвигать тему коронавируса на дальний план. Однако некоторые из них уже стали рассказывать об усилиях медиков по борьбе с COVID-19 и волонтерах, которые оказывают им помощь. Что правда, часто название волонтерской компании в таких сюжетах не упоминается. В Беларуси к этому дню выздоровели и выписаны 769 пациентов. А некоторые СМИ даже само слово коронавирус не употребляют. Понятно, почему, примеру. Еще раз повторяю, от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Умирают от хронических болезней. А коронавирус, он же любой вирус бьет по славам. А что скажут по этому поводу специалисты? Вот на Титанике ведь тоже никто не умер от айсберга непосредственно. Ну, может быть, там, когда айсберг ударил в Титаник, может быть, там кусок льда отлетел и ударил кому-то в голову. Ну, единица. Остальные утонули, либо замерзли в холодной воде. Ну, это абсолютно параллели. То есть, конечно же, вирус дает толчок, выступает таким триггером ухудшения процессов в уже ненормально функционирующих органах. Но без этого люди жили бы еще годами. Власти тем временем решили назад не сдавать и не отказываться от знаковых для себя мероприятий. То есть, добровольно принудительный сбор людей на субботник 25 апреля и парад 9 мая пройдут по накатанной. Рекомендации той же Всемирной организации здравоохранения по отмене массовых мероприятий им по боку. Конечно, необходимо ограничивать контакты и перемещение граждан. В первую очередь, в тех регионах, которые наиболее пострадали сейчас от коронавируса. Может быть, это звучит жестко, но я считаю, что и Минск, и Витебск, и многие районные центры Витебской области должны быть закрыты. С моей точки зрения, уже давно следовало бы поменять, если не саму риторику, то как минимум акценты. Больший акцент делать на вопросы профилактики, даже просто бытовой. Возможно показать пример, что можно и маску носить в определенных ситуациях, и можно исполнять рекомендации медиков, не только обычным людям, но и самому президенту. Поведение Лукашенко и остальной номенклатуры, которая демонстрирует пренебрежение банальными мерами безопасности, стало смотреться еще более гротескно, когда выяснилось, что и сам Лукашенко может быть заражен коронавирусом. Ведь заболел его партнер по хоккейной команде Дмитрий Мелешко, с которым руководитель Беларуси гонял шайбу 11 апреля. Лед, как оказалось, против COVID-19 не помогает, вопреки уверенности руководителя Беларуси.